Всем привет, с вами Евгений и обзор Sony Xperia Z1 Начнем Z1 это улучшенное во всех отношениях Z Спереди наверху камера 2 Мп, датчик света расстояния, логотип Sony Разговорный динамик, диагональ экрана 5 дюймов, разрешение Full HD Внизу ничего Кнопки виртуальные На правой стороне находится отсек с микросим Выдвижной лоток Далее идет кнопка питания металлическая, качелька громкости, кнопка камеры, зацепка для веревочки Наверху 3,5 мм для наушников, гнездо не закрыто, но воды не боится Единственное условие, после вводных процедур, какое-то время не вставляйте наушники Внизу большая решетка, здесь микрофон и динамик Левая сторона самая интересная Здесь microSD Микроюсб И контакты для магнитной зарядки, док-станция К сожалению, дверцы открывать не всегда удобно, особенно в микроюсб, щель маленькая Сложно попасть сюда и подцепить Но вот этот аксессуар очень помогает Работает просто Подключаем его к сети, вот компьютер не работает Берем телефон, вставляем и пошла зарядка При этом ориентация стала горизонтальной Не нужно сразу целиться, куда-то можем, как магнитную карту банковскую Вставили сюда, проводим и зацепляется Вот прямо по центру магнит и два контакта К сожалению, док-станция идет не со всеми комплектами В российской RST комплектации она не предусмотрена Но можно приобрести отдельно Мне она досталась вместе с Z-Ultra Настоятельно рекомендую выбрать комплектацию именно с доком Либо приобрести аксессуар отдельно Он того стоит Во-первых, смотрится стильно, прикольно Во-вторых, упрощает процесс зарядки Сзади гордость телефона, камера 27 мегапикселей Сенсор Exmor RS Оптика G-Lens Вспышка Логотип NFC Наверху щель микрофона Логотип Sony Логотип Xperia Спереди, сзади стекла И, конечно, такую красоту нужно защищать Sony предусмотрела защитные пленки, противоосколочные Их не так просто поцарапать, как пленки, которые продаются в магазинах Но можно, конечно, поцарапать Со временем они будут страшными, пугающими И придется их снимать Хотите вы этого или нет И поэтому в качестве такой меры дополнительной защиты Можно рассмотреть вариант нанесения дополнительных пленок поверх заводских Заводские пленки вообще не заметны Многие даже не могут понять и не знают, что у них здесь защитная пленка на стекле И никакого дискомфорта в процессе использования не будет Но в связи с этим пленки основные заводские снимать не придется И логотип Sony наверху не исчезнет на передней панели Можно, в принципе, их и снять Но тогда будет голое стекло И царапины будут появляться уже на стекле Поэтому, наверное, в любом случае придется приобретать пленочки Если вас беспокоит, конечно, внешний вид вашего любимого устройства Рамка металлическая, алюминий Смотрится эффектно, шлифованная, сглаженная В руке лежит приятно Кроме того, она обеспечивает защиту при падениях Вероятность того, что стекла треснут Не такая высокая, как у конкурентов, которые из пластика У них там стекла вплотную прилегают К краю корпуса Здесь же толстая алюминиевая рамка идет Потом вставка из пластика идет И только потом уже стекло Причем между стеклом и пластиковой частью Имеется такая щель, траншея Которая не даст энергии перейти на стекло Вмятина может даже не дойти до него На фоне конкурентов, которые из пластика Z1 смотрится крайне эффектно Такой премиальный гаджет из добротных материалов Вес составляет 170 грамм Но никаких ощущений тяжести нет В отличие от некоторых китайских аппаратов Выполненных целиком из пластика Также, друзья, хочу обратить ваше внимание на дизайнерскую фишку Z1 Заключается она в светодиодной подсветке За решеткой разговорного динамика 5 дюймов, разрешение 1920х1080 точек И получается высокое значение плотности пикселей на дюйм 441 ppi Экран выдает приятную, сочную, яркую картинку У него достаточно глубокий черный цвет Хороший белый цвет Углы обзора высокие, но наблюдается высветление Как бы все объекты видны Но становится светлее Если же пользоваться, скажем так, в нормальном режиме Вертикально его наклонять туда-сюда В такой ориентации То никакого дискомфорта, в принципе, не испытываешь Напрягают вот такие вот случаи Но, я думаю, большую часть времени вы будете пользоваться телефоном Не так, а как-нибудь так Справедливости ради скажу, что многие хваленные IPS-экраны Имеют другую проблему Цветовая инверсия LG G2 У него экран не высветляется Но меняются цвета Нормальной ориентации Под углом Это он синит, фиолетит Это он желтит И обратите внимание, что углы-то Не экстремальные Как у Z1 Достаточно вот такого наклона И видно, что фиолетит А вот желтит Здесь опять фиолетит И здесь опять желтит И это почему-то не мешает Многим называть экран Z1 плохим Но хвалить экран G2 Это какие-то двойные стандарты, мне кажется В основе лежит Snapdragon 800 2,2 ГГц 4 ядра Графика Adreno 330 Оперативной памяти 2 ГБ Это самая мощная платформа Qualcomm Доступная на сегодня В коммерческих девайсах Анонсирована платформа 805 Но она будет Использоваться в телефонах Только следующего года Поэтому мощнее Ничего на рынке сейчас нет В Antutu телефон В Antutu телефон набрал 35296 баллов Очень высокий результат Antutu X 35698 Quadrant 20983 Geekbench 3 923 2782 GFX Bench Vellama 2929 1172 3D Mark Второй тест максимум Третий 17067 Epic Citadel 55,3 FPS Стабилити тест Начался при температуре батареи 30,5 градусов Снижение частоты процессора Наблюдалось На протяжении всего теста Причем на максимум На 2,2 ГГц Телефон не выходил Он опустился сначала До 1,7 ГГц Так прыгал Прыгал Между одним Видимо И 1,3 ГГц Почти Все полчаса Хотя под конец Он на 1 ГГц Остановился За 30 минут Нагрев составил 47,5 градусов Частота упала До 1 ГГц Количество циклов 50 Оперативка 1643 цикла Емкость батареи Составляет 3000 мАч В тесте В тесте на непрерывное Воспредведение видео С максимальной яркостью экрана Со всеми включенными Беспроводными модулями Телефон проработал 7 часов Это хороший результат Для такой начинки Для такого экрана Разряд в игре GTA Vice City За полчаса составил Так было 91 И стало 78 Разряд значит равен 13% Тоже результат Очень хороший Нагрев Нагрев достиг 45 градусов Телефон Конечно же Нагревается Все таки Стекло Стеклянные И металлические Корпуса Всегда нагреваются Больше чем Пластиковые Но ничего Страшного Ничего Ужасного Не испытываешь То есть да Нагрев есть Но не обжигающий И особого дискомфорта Он не доставляет Слушаем громкость Динамин здесь Никак он не перекрывается Громкость можно назвать Чуть выше среднего Он громче чем Z В параметрах Активной опции XLOUD И Queerface Без них Играют Несколько иначе Если ставите Свою мелодию То есть смысл Поиграться С этими опциями Все таки Они не под все Жанры подходят GTA San Andreas Максимальная графика Выставлена Версия 1.0.3 Самый последний На сегодняшний день Компания Которая Портировала Игрушку Что то там Активно допиливает И допиливает Нужно еще много Всего Потому что Ведет она себя Нестабильно Иногда все Крайне гладко Крайне играбельно А иногда Начинается Жуткое проседание ФПС Причем Не только в машине Но и пешком Какой-то Закономерности Кроме как Много персонажей Автомобилей В кадре Я не увидел Но сейчас Все нормально Сейчас Проседание Играть конечно Можно Но иногда Иногда Это Немного Как-то Напрягает Наверное В общем Ждем обновлений Пока Судить Агитар Сан-Андреас На Z1 Как-то рановато Причем Не только на Z1 Я попробовал Игру на G2 На Nexus 5 И везде Поведение Игря одинаковое Иногда все Плавненько Иногда тормоза Асфальт 8 Все Крайне плавно Плавнее Наверное Быть не может Ассасинс Крид Пираты Графика На максимуме Если говорить О программном Обеспечении То в основе Xperia Z1 Сейчас лежит Android 4.3 Jelly Bean Обновление 4.2 Состоялось В конце 2013 Года И в первом Квартале 2014 Года Компания Собирается Перенести Z1 На Android 4.4 KitKat Что появилось Нового В 4.3 Я рассказывал Подробно На примере Xperia Z Ultra В принципе У Z1 То же самое И главное И пожалуй Самое интересное Нововведение Касаемое Лончера Xperia Home Это поддержка Тем Ранее Вот шли Из коробки Какие-то темы И дополнительно Установить Было невозможно Теперь Есть Опция Загруженные Выбираем Устанавливаем Меняется Акцентирующий цвет Меняются Фоновые рисунки Видите Что поменялась Полоска С Виртуальными Клавишами Поменялась Текстура В Настройках Здесь Здесь тоже Поменялись Цвета Кое-что Бесплатное А что-то Платное Пока Вот такой Набор Помаленьку Он Он Расширяется Ну Конечно Выбор Еще Не Огромный Но я Уверен Что это Дело Времени В разделе Память Видно Что из 16 Гигабайт Доступно Чуть Менее 12 Гигабайт Приложение На карту Памяти MicroSD Не Ставится Но При заполнении Накопителя Телефон Предлагает Перенести Мультимедийный Контент На карточку Памяти Пункт Электропитания Крайне Рекомендую Посетить И активировать Режим Стамина Очень здорово Сохраняет Энергию Батареи Стандартная Клавиатура Мне очень нравится Пожалуй Одна из Самых лучших Стоковых Клавиатур Есть Помощник В настройке Таким вот Образом Она выглядит Есть Ввод Жестами Свайп Смайлики Смена языка Запятая Вкратце Пройдусь По пользовательскому Интерфейсу Шторки Уведомлений Собственно Уведомления Клавиши Быстрого доступа Мы можем Менять Их порядок Можем Удалять Ненужные Происходит Это в настройках Ударяем 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 Их здесь Около Сотни Уже 98 Можно Превратить Виджеты В эти Мини Приложения Выбирайте Любой виджет Например Google Now И все Он стал Мини Приложением Так Google Now А вот два У меня два раза Ждел Вот так выглядит Экран приложений Свайп Здесь мы можем Поменять Порядок Можем Удалить Что-то Ненужное Кое-что Что идет Из коробки Вполне Можно Подвергнуть Ударению Например Evernote Антивирус Неоридер Еще кое-что Программ Много В основном Это приложения От Google И Собственно Приложения От Sony Кое-что Полезно Кое-что Бесполезно Поэтому Каждый Конечно же Решит для себя Я хочу отметить Приложение Альбом Это Одно из самых Лучших Одна из самых Лучших Галерей Очень удобная Масштаб Меняется Есть различные Альбомы С отображением Например На глобусе Где было снято Если вы снимали С геометками Также хочется Отметить Приложение Набросок Дорисование Можно здесь И аппликации Всякие Устраивать Фотографии Вставлять Подставлять Какие-то Предметы Выбирать Слой Что над чем Будет Также Внимание Заслуживает Приложение Фильмы С возможностью Подгрузки Информации О фильме Из интернета Интерфейс У программы Простой Достаточно Full HD Тянет На ура Приложение С непонятным Названием Пикслер Наверное Экспресс От Автодеск Либо Фотографируем Либо Выбираем Какую-то готовую Фотографию Я например Выбрал Цветочек И в данном Приложении Мы можем Заниматься Редактированием Накладывать Эффекты Менять Цвета Геометрию И многое Другое Конечно Присутствует На телефоне И стандартный Фоторедактор Но он Очень простенький Этот будет Более Продвинутым И более Соответственно Интересным Для экспериментов Чтобы потом Выложить Снимочек В инстаграм Кое-что Нужно Загружать Из интернета Бам Волкман Классный Музыкальный Плеер Я предпочитаю Слушать Через PowerRamp Но Если смотреть Из стандартных Плееров Которые Разрабатываются Непосредственно Производителями Телефонов То вот Наверное В первой тройке Если не в первой Двойке Есть Эффекты И прочее Я уже показывал Здесь Когда демонстрировал Громкость Динамика Присутствует Подгрузка Информации По трекам Из сети Опять же Чисто Соневская Фишка Xperia Privilege Владельцы Топовых Телефонов Sony Могут Участвовать В различных Акциях В данном случае Предлагается Шесть Бесплатных Фильмов Через Программку Privilege Movies Они загружаются Всего их Десять Но Бесплатно Можно скачать Только шесть Такой Маленький Недостаток В том Что Фильмы Загружаются Во внутреннюю память В закрытый Какой-то раздел И вытащить Из памяти Фильмы нельзя Можно смотреть Только на телефоне А жаль, конечно Хотелось бы Загрузить Все официально Скачать На компьютер Например И посмотреть Уже в комфортных условиях Xperia Lounge Тоже для владельцев Топовых Xperia Различные акции Идут Оповещения О скидках И многом другом Камера Xperia Z1 Давайте посмотрим Интерфейс Слева у нас Опции Которые меняются В зависимости От выбранного режима Справа Переход К галереи Клавиши затвора Фото Видео И режим съемки Сейчас стоит Ручной режим Есть наилучшая Автонастройка InfoEye Полезен В каком-то Большом городе Где есть Достопримечательности Timeshift Burst Позволяет Делать серию снимков Которые Получается До того Как вы нажали На клавишу съемки И после То есть Я нажал И телефон Какое-то время До нажатия Запоминал события И фиксировал Их в памяти Графический эффект Панорамы Но мне больше всего нравится AR Effects То есть Эффекты дополненной Реальности Берем Динозавр И появился Динозавр Здесь Растения Образовались Можно Попробовать Сказка Одному С этими Эффектами Играть Неинтересно Но вот Если вы С какой-то Компанией Особенно Где есть Дети То им Это Этот режим Очень понравится Кому мало То к вашим услугам Магазин Без проблем Загружаем Что-то новенькое Давайте взглянем На настройки В ручном режиме Разрешение 27 мегапикселей Максимальное Следующее значение 8 мегапикселей Снимать всегда При 20 мегапикселях Не имеет смысла Потому что По качеству Разницы особой нет Весят фотки больше Если вы снимаете Для Социальных сетей Вконтакте Фейсбук Твиттер Инстаграм То 8 мегапикселей Вам будет за глаза Кстати Хочется отметить Еще и Такую фишку Камеры Типа Зум без потерь Так же как и у Nokia Lumia Настройки другие Таблизаторы изображения Общие настройки При выборе Режима авто Настроек Почти нет Разрешение Убирать нельзя Но камера Сама подбирает Какой режим Сейчас поставила Макросъемку Фотографирует телефон Быстро Если говорить О видео То у нас здесь Сцены есть Разрешение максимальное Full HD Стабилизация Цифровая Steady Shot Эффективная Рекомендую ее активировать Смотрите пример Со стабилизацией Без стабилизации На нашем канале На ютюбе Есть режим HDR И еще Общие настройки На мой взгляд У Sony Получилась Очень хорошая Камера И фото И видео И я думаю Что Вас во всех условиях Устроят результаты Которые Можно получать С помощью Xperia Z1 Ранее компанию Критиковали И справедливо Критиковали За камеры В телефонах Во флагманах Но В Xperia Z1 Она постаралась Реабилитироваться И это По большей части У нее получилось Поздравляем ее У компании Sony вышел Действительно Отличный И крепкий Флагман На современной Аппаратной основе К сильным сторонам Xperia Z1 Стоит причислить Достойное время работы Мощную начинку Качественную камеру Фото и видео Великолепную сборку И материалы Стекло и металл А также Полинепроницаемость Влагозащиту Современный И плавный интерфейс Слабое место Я вижу только одно И максимальные углы Обзора дисплея Но я уверен Что положительные моменты Слегкой компенсируют Этот момент На который многие Даже внимания не обратят Альтернативами Xperia Z1 Я вижу Xperia Z Ultra Для тех Кто хочет побольше Мы назвали его Кстати лучшим Фаблетом 2013 года И Z1 Compact Который предложит Начинку и камеру Z1 В более компактном Формфакторе Сохранив основные фишки Задавайте вопросы В комментариях С вами был Евгений Мой был Телефон.ру Подписывайтесь на канал Оценивайте видео До свидания